Смотри, как бы не холодно было. Ну, что мы помолимся? Ну, я попросил Митя пройти по дереву. И у него как будто бы мысль такая есть. Может, когда-то поселиться здесь. Но без нас, конечно, этого ничего не будет. Здесь надо полное согласие. Есть такая поговорка, куда же ты зал, куда нитка. А нитка не идет за игровки, когда она с узлами. А узлы это непонятность, непокорство и прочее. Когда переезжали, заселяли Сибирь, не знаем ни одного случая, а лишь шла миллиона, чтобы жена... А я на развод подам, если ты поймешь, или что-то. Не было. И Сибирь-то как заселялась-то. Туда шли, шли обозы, телегами, телегами доходили. Почему трава такая? Потому что уголь привезли, земля запачкана. А вот уголь сюда перекинули. И чтобы ногами грязи достать, нарвали травой. Да. И здесь, вы видите, это факт у вас. Это огород мог быть. Но тут живем такие люди. Здесь, бегат, у нас практически все. Вот это, вот это три усадьбы. Если так, в общем, взять, относится к лагерю. Тут приходят, тут ходят, там площадка занимается, кащается. Но через это проходят, там тоже есть. Это мы безлошадные, поэтому такие мы и есть. Мы будем заходить, коротко осматривать, если разрешат хозяева, зайти в комнату, с Володей там заснять. И кое-что вы не спросите, что вас интересует. Ограничений никаких вам нету вопросов. Какие угодно вопросы задавайте, кому угодно. Хозяину, хозяйке, там ребятишкам. То есть мы это не подготавливали, никто не ходил по деревне. Ой, приедет тут. То есть это не Потемкинская деревня. А вот как и лежит, так оно и лежит. Ну, кое-где я сделаю какие-то маленькие вставочки. Приедем, допустим, хозяина нет. Почему? Сегодня он в городе старости. Творник, потому что. Они неделю молоко сдают, батюшка увозит молоко в соседей беременно, там перерабатывает. А дня, я не знаю, я точно не знаю, день, два, три они набирают свитки. Летом много. У кого-то одна корова, у кого-то две, у кого-то три дольные. А у кого-то и десять. Вот, больше всего скота, это у старосты. Приехал, тоже ничего нет, кроме ребенка. Ну, помогал, конечно, отец. Помогает ему и батюшка, почему? У него земля, кажется, 180 гектаров. Гектар. Ее уже снимали? Да, ее снимали. И в прошлом году у него тут обманули, грешки там, речь идет о сорока тоннах там или сколько. И все, не заплатили, и пропало, и все так. Вот, только на молочном и удержался. Вот, еще только протравить поле, он отравил эту траву на 320 тысяч. 320 тысяч, что это, что я на машину покупал. Да? Ну, машины практически есть у всех. А когда приезжали, были лошади, покупали лошади. Начинали лопатой копать, ничего вообще не было. А сейчас техника, ну, нанимает в соседней деревне вот это там, вот-вот-вот. У старости есть такая машина, которая сгребает, и вторая машина такая, ну, не смотрите, это не больной. Это не больной. Почему? У него очень большая пушистая шерсть по хвосту, видите? И она сейчас каталась такой потих, как бомб, это панцирь на нем. И я попросил батюшку, мы не могли его взять, он у нас кожей лезет на нем. И сейчас он начинает новый, уже под шерсток идет. А это на нем оставили. Он очень хороший котик мой. Ну вот, получилось так, что спортивного вида у него нет. Так, вот, значит, мой голос у нас сильно любовью друг к другу. Ну, да хороший мой. Это порезу батюшка ему сделал, я помазал. Иди, вступай, убеди. Не только в городе Чешкина. Попросим, благословение, чтобы нас заходили на Свою. Господи, будь милом. Просите, мы помилуем. Расположись, ростов людей к нам, если угодно горе Твою твое. Мы просим Тебя, пошли добрых поселенцев, знающих Тебя, любящих уставы Твои. И помоги им воспитать детей по слову Твоему. Слава Тебе за все, Отечественный Святой Дух, Аминь. С чем-то можно спорить здесь. Но есть вопрос, который бесспорный. Это воспитание детей. То есть, лучше остановки не найти. Это не подземная там, в Пензе, которая была. В домах компьютеры, интернет. Вы видели, стоят школа, преподают иностранный язык. А школа, ну, совсем никакая. В классе один ученик. В другом классе два ученика. Но нас в каком-то таком месте трудном Бог проводит. А больше школа там, я не знаю, меньше, кажется, 50 или 100 учеников закрывают школы, возят на автобусе в другую деревню. А у нас всего было 8 учеников, и школа открыта, 3 учителя. Вообще, это Бог так делает. Это невозможно. Сегодня они оставят зависимость от количества учеников. Ну, нас Бог милует. Везде находятся защитники. Притом, защитники положения. Допустим, комитет по образованию. Там профессор, который у нас бывал здесь. И они имеют авторитет, эти люди. Другой председатель законодательного собрания. Это величина. Он тоже бывал здесь, и у нас прекрасные отношения. Как-то вот Бог так делает. И у нас ничего нету. Но у Бога есть. И это у Бога, что есть, Он нам посылает и дает. Спасибо. Спасибо, Назарий. Еще Назарий одного встретил. Ну, вот, Ваш, ты видишь, как он свобоже тебя чувствует. Считайте, что свобоже, но в рамках закона. Он не знает, что это крапива. Надо рассказать ему. А, ну, что надо. Назарий, вот это вот, смотри, вот это крапива. Она сжется, ее трогать не надо. Крапива? Крапива. Где-то надо вдать ему, чтобы он обжегся. Она, наверное, маленько, опять. Ну, как ребенка, за уши, там, горят. Мы уже довольно брали. Сейчас мы уходим. Мы сейчас начнем с того, чтобы увидеть. Мне надо, чтобы он подъемляет. А то я с Митей говорю, а вы сами сзади. Вот здесь 24 года был только вот такой пустырь. Вот. Вот так. А здесь была наша деревня. Ей теперь примерно 200, там, может быть, 205 лет. Со дня основания ее. Наш дом стоял вот здесь. Это нахер. Мой родной брат здесь строит. Мы сейчас совсем не будем. Он перестал наблюдать устав. Он собрал уставами. Попассивали. Он знал заранее, что он идет на нарушение устава. И дома неизвестно, что будет. Но если будет здесь атомная война, Хиросима, то останется только его дом. Потому что у него все построено на железобетонных столбах. Он сам бетончик, электрик. И он все так сделал. Вот. Ну, здесь я как-то, кто-то сказал, что находится, где Хиросимина живет. Вот здесь одинокая женщина живет. Что-то там у них. Домик касает крышу. Это у нее, где-то, с той стороны есть. У него 5-й религию. А там, где-то, домик стоял. Они этот домик приобрели и сломали его. Вот на его месте построили пришлось. Мы сейчас заглянем, как он строится. Тут все справедливо. Сам проект нарисуешь. Сам. Все. Но без средств, конечно, ты ничего не... Вот он купил. Вот каждая доска стоит сегодня. Вот от нас уже не дарит. Вот они больше, как 2,8 км. Далее, 12 км. Покупают и привозят. Вот, заглянем. И, конечно, машина, пожалуйста. Или деньги. Гравий нужен, щеленка, пожалуйста. Все здесь. Вот, птичется. Если проезжие проезжие птисты, они могут утащить. Поэтому надо болеться больше. Такое было у нас. Вот. Расскажи, например, что здесь делается. Дом строим. Строим дом. Вот этот цокольный этаж у меня будет. Вырыли котлован. Это как бы гидрозамок. Арматуры-то закупил? По что она обошлась? 50 тысяч. Там разная всякая. Вот дальше я снял, что арматуры так же. Бетон, белый. Это основательно. И сколько на сколько? Дом будет 7 на 9. Котлован чуть пошире, чтобы уходить. Какая сняла у тебя? Сейчас 2 сына. 2 сына. А второго как звать? Назарий. Вот тоже Назарий. Тоже Назарий. Редко ели, в другом месте 2 Назария. Вот так. Ну пока это еще не жители, мы все встретились. А эти же лески? А чего? Земля подарила. Ага, которые уехали. Ну как думаешь, когда он тебя будет под ключ сдан? В мыслях. В мыслях. В этом году только цокольный этаж, потому что, ну, работа тут еще параллельно. Хорошо, а цокольный этаж для чего тебе нужен? Какая его высота в составе тебе будет? 2,5 метра. Метр над землей получается. В одном этаже, получается, там будет 6 объектов. Подвал, углярка, буронерная, кладовка, желудокопородцы. Видишь, я говорю, зараз. Сколько лет? 32. Ты где служил? В президентском полку? Так точно. На этом вот он. Так точно. Так, а второй этаж у тебя что? Сколько комнат? Второй этаж, кухня, такая общая гостиная. Одна комнатка и под крышей этаж Монсандр. А жилые, это сколько там? Жилые, получается, под крышей две детских. Ну, спальня и все. И кухня-гостиная большая. Я говорю, что в городе ясное дело, что в городе ясное дело, что какую квартиру ты еще получишь, не получишь. Там на квадратные метры платить за них на всякий. Я знаю, правда не правда. В городе ясное дело. Сколько прибыли? Неофициально 3 миллиона, а официально полтора. Мы как-то и заехали к нему, и машину поставить ехать, и машину. Там какие-то стоят под замок, чтобы заезжать. Да? Ну, а эти бюджки надо. Ну, вот видите как. В подвал ты выкопал, во сколько обошлось этот экскаватор-то? Где-то около 10 тысяч. Я думал, быстро, часов за 4-5, а он 8 часов тут копался. Ну, копал, но не сидел, работал. У меня опыта-то нет. Слушай, не прораз. Так, выкинули. Шерка будет какая-то, чтобы воду отводить. Там была водолета, и она выходит. Эта вода, чтобы не было, а дерево не отводит. Канал выкопали. Ну, вот мы посмотрели. Пойдемте сейчас киево родители брать. Их три брата. А Ося-то где? У себя был на участке. Приехал один отец. Брат, тоже. Давай, что мы будем. А за ней не отставайся. Были свои детей, братьев много. А если один, да, ничего нету. Значит, места хватает. Ты можешь, кажется, свой пруд выкопать. Что хочешь сделать. Надо реально смотреть. Не просто приехал и до свидания. Так, вы отстаете. Давайте потише идти. Не вы здесь. Главнее всех остальных. Мы загоняем. Так, вот видишь, доска какая-то. Ты сороковка и пятерка, и что хочешь. Вот, а то четвертый сын приехал. Вроде бы у тебя, в промыслах работают. Так, давайте мы начнем, знаете что, с того края. Томатолог сразу. Там живет и второй сын. Старший живет в другом селе. Жена у него стоматолог. Очень хороший. Признана, кажется, лучшая по району. Вот эта улица пока одна. Она называется нашей матери. Мария Биваровна. Это была наша заявка сделана. Почему? Она была мать-героиня. Дальше. Жена инвалида Отечественной войны. И поселилась первая, приехала сюда. И всю жизнь проработала здесь. И там архитектурное бюро, которое там и творили. И районный совет принял решение. Это улица назвать, считай, вверхуголь. Мария Лапка. Тут она и похоронена. Видите-ка. Ну, мы считаем, что это законно и правильное. Она тут жила, тут родила десятилетия нас. Даже в уголе. Так. А почему? Нет, он не тронет. Нет, нет, он кидает. Потихоньку. Вот тащи подать. Что-то близко так привязали к ручке. Сынок, он хороший. Сейчас он строит гаран. У тебя вторую машину, он вторая машина. Входили, вновь. Проходную. Ветим мы уже. Заходим. Эти-ка. Тут у него тоже в своё. Ехал мы уже молодой, человек ничего не было. Сейчас четверо-пятишек. Сейчас вы видите, какие красавицы растут. Вот это один. Это ему вон брат родной. Три брата. Четыре даже. Ну, это у него. Он по дереву тут делает. Столяр главный. Все полные там эти. Что это он делает? Так. Андрюша, любовь ты примешь? Приехали люди, у которых мысли пока шевелиться. Это в Новосибирске тоже. Ага. Что может быть поселиться с Узаряевский. Жена и ребенок. Назарий второй. Так, хотели мы посмотреть хозяев, что их в дом зайти. И услышать от тебя какой-нибудь совет, может, дашь. Нужно это литье. Ну, все. А какой, как это лить? Ну, какое? Ну, проведи. Ну, там никого нет. На улице. Ну, пойдем проведи где ближе. Пойдем. Там же отлично, наверное. Чек живет. Пресно где-то бывает. Это подвал. Смотри, какой подвал. Смотри, смотри. Это для пшеницы у него, чтобы крысы не попадали. Вот, круглый бах. Пошли дальше. Это его фонарья. Видите, как обложено подвал. Представляете, что все в поле. Так, а рот охотно заберут, потому что сразу же он прилетит. Он в силу. Да что ж мы тебе на ногу наступаем? Тут раздолье тому, кто привязан в земле, кто хочет трудиться. Все, бахи, все. Полная свобода. Вот, ребята, есть ли? Выезжай. Вам уже где-то, где-то, где-то. Так, сколько у тебя их? О, смотри. Потеряевская валюта. Вот они где. Где они там? О, крючки. Ну, вон они, пошли. Там на той стороне они. Ну, что, ребенок и ребенок второго. Ну, пожалуйста. Но он сорвать ее может? Может. Вот они, пошли. Это на продажу, не для себя. Ага. Видишь как? Ну, это не запрещено, это не наркотики. А то нас некоторого крюкает, а сами наркотики в Афганистане выращивают. Мусульмане. Привет. Ну, что, с меня деньги. Деньги, говорит, не пахнут. С меня пахнут. Но оказывается, деньги пахнут. Бог не принимает в сыну грудницы и пса, собаки. А потом имени, где не сказали. Ты помнишь? Помнишь? Не вноси в храм, говорит, сыну грудницы и пса. Это два только. Вот два объекта, которые можешь продавать, но деньги на храну не взял. Сына кровит. Вот так. Вот такие. А там сырецы большие. Смотрите. А там, видите, сына, вау, сделала. Утрехов-то ничего не было тут. Но рядом сохраняют деревеньки, которые здесь выбраны. А вот в стороне они его защищают. Он говорит, деревень есть. Сохраняют именно там от. Вот. Расширцы большие, и не будет ляпки. Вытянул себя. Да. А это курочки. 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 О, какие курочки. А это огородчики. Вон он, картофель может быть. Сейчас отдельный огородчик. Пойдем туда. А это стайки, коровы на поле пасутся сейчас. Заходим сюда. Да, там скажу, что... Володя поближе старается быть. Иди впереди. Потом повернешься. Вот, посмотрите. Тут всякие стайки. Для всего нужны. Посмотри. Глянь, глянь. Туда посмотри направо. Вон туда, покажи. Вот туда. Гуглу-то сколько их. Да хорошие. О-о-о-о. А то сколько они в ней весу будет? Примерно. Ну, 100. С небольшим. Смотри. Вон она. Видишь какие лежат у ней? Вот она. Для нее они дорогие, как для тебя Назарий. Точно так же. Но тут несправедливо. Она их ростит, а их под нож. А так и мать. Ростит ребенка, а его отправят на войну. В Чечню. Все, пошли. Вот видите. Дальше можно идти. Кстати, это тоже поросята могут быть здесь. Где-то как лова, думаю. Вот так. А то подожди, как парит сидит. Подожди сюда, Лена. Иди сюда. Прошли мимо. Ты не видишь, что там сидит? Курица. Курица парит. Да, высиживай. Ее не видать там даже. А света нету тут? Ну вот так. А ну-ка зажги. Посмотрим. Вот она. Она трудится. В декретном отпуске. Угу. Видишь какая? А можно ее трудить, нет? Ну да, а что? Ну-ка, можно посмотреть. Чего у тебя там? Сколько? Она возмущается. О-о-о. Недовольная. Так а что у нее там? Мало их или сколько? Ну сколько. Было что? Десять ложили. Десять ложили. Пропал уже сколько? Нет, наверное, меньше. Нет, может и больше. Больше. Нет, столько же. А ну-ка давай приподнимем. Подожди, посмотрим. О-о-о. Семь штук. Ну смотри какая. Ой, надулась. Восемь. Восемь даже. Восемь. Ой, ой. Видишь она как? Это свадебное платье у нее такое расширилось. А посмотри еще здесь. Подожди, Вик. Андрюша, покажи мастерскую. Ну там. А мастерская тут? Главный наш краснодеревщик. Там прелесть. Зайди. Да здесь тоже зоопарк. Я уважаю. Вот вон стоит. Вот сюда пройди. Зоопарк. Видишь там сыпушки? Так свои он не покупал. У нее сохранность у курицы вот когда с матерью 100%. Почти всегда. Она защищает и знает ее. Да это его мастерская. Тут работает. Посмотри какое оборудование у него. Разное там есть. Он на столов там делает. Это все его работа. Я не понимаю. Потеряет его сколько всего. Всегда можно и работать. Вот это свой инструмент. Чем ты любишь заниматься непредосудительно. Ну не разрешается у нас табачное, беточное. Ну и так понятно. Тут не используется. Слышь, постепенно ничего не было было. Но что-то продал от коровы и наконец оборудовали. Вот. Сейчас второй гараж он там какой строится. Пошли. Сейчас в дом заглянете. Там два этажа. Что бы вам можно было представлять. Спасибо. Я рули к вашему. Так ощущаешь, что я уже тут. Да. Я так палила, дети. Думай так здорово. Лена говорит, где же этот дом паленый вообще? Вот. Поехали. Это его из них. Это уже сколько? Шестнадцать. Уже шестнадцать. Какой класс пришла? Десятый. Да, пожалуйста. Здесь уже мы родились. Так, Никита. Цвета с Исааки. Имена. Видишь, какие классы. Сколько тебе лет? Двенадцать. То есть какой класс будешь? Шестой. 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 Это уже помощники растут. Ну и этот инкубаторный. Шестой. 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 Собрал. Послепите, снимайте, снимайте впор. Суда. Где Ирина, как она уехала? Вот. Смотрите. Тут уже малина есть. вот что здесь есть мы пойдем там где много смородины сейчас через дорогу вот две смородинки то ничего что мы сорвали хозяин помидоры лук капуста смотри все обихожено вон еще какой парник как называют теплица ну а дальше рядом картошка там огурцы там видно баклажаны это свой участок а то вот это живут их родители это банька еще в городе что лучше воздух а там башня которая качает воду сами себе все пошли мы ничего не делаем у нас поменьше там лагеря там видно что там растает не щавель это лимонник что ли это красный ты ее не давать а А в Москве 25 рублей Поднимите, чтобы развиться, чтобы на бетоне остановиться Так, провели, я не пойду, чтобы не заливать там Хотя бы немножко посмотреть Вот тут разбить и с ногой туда поднимите Пожалуйста, надо разбиться Привет, привет Анфиса тут хозяйничает Да, привет Привет Мама только видела на видео, а сейчас она здесь присутствует Круто Смотрела и любовалась, нравилась Нравится Какой молодец хозяин Ничего Ничего Это все сами, да, я говорила? Ну, сами, да Это иногда интересно Смотреть потому что получается Зачем город нужен, да? Это вот такое все есть Ну, зачем город нужен, да? Это вот такое все есть Конечно, вот это родственница Ага Это я до сих пор не делал Брат младший, он по отделке занимался Ну, давай тебе сделаю Ну, не делай, а так Я только штукатурил Здравствуйте С спинкой Отвлекает Вот здесь еще спалим Здесь девочки Мне уже какой снег приснился Мне кажется, я уже на балконе где-то там была Выходила, цветы смотрела А это все в ролике было Сойдем, Лизонька Может быть это На балконе еще можно Там как раз цветы видно Это Никитина комната Занимайся тут экскурсией Ой, как красиво Далкончик Спасибо А это Богородская травка А ее потом заваривают в чай зимой и пьют Она очень душистая Ну как чай, да? Да, это чай Ну, любая травка полезная Линии показать А я что-то делал Дома, чтобы вода была Туалетка была Туалетка была Тут у нас вчера была ванная А душевую можно поставить Ой, душевую вообще не надо ставить Не ставьте даже Не ставьте Баня есть ее Конечно, душевая это там вообще Я в городе ее не захотела ставить Если успеешь догонять Дом закроется А посмотри А вы не будете смотреть? Ну они поселяются Тут вот какое дело Подойдите Скажи мне Мы кого знаем, допустим Это Михаил Кальмая Я правильно говорю? Правильно Правильно Он говорит своей жене Как ты говоришь ей? Говорю, поехали потеряю жить Но Ну она Пока еще не определилась до конца Вот этот ролик ей покажут Тут жена Помощница должна быть абсолютно Если ты православный Вопросы сняты У тебя не может так А подходит Икона лежит у нас И Евангелие Но Евангелие я понимаю Поцелуй А икону не будет Так это не пойдет Икона это изображение Вик Христа Мать получила ей 200 от сына из армии По токашечку Ой, да сыночек ты мой Да как ты там Никто же ее за это не осуждает Почему вы осуждаете за это? Поцелуй означает доверие, любовь Любовь Ничего больше в этом нет Я целую Евангелие Люди даже свои руки целуют А там Видел? Обязают воздушно и поцелуют А у Евы написано Целовал ли я руку свою? Моя рука приобрела все Бог дал Ты когда приехал Потеряевку Что у тебя было? Да я не знаю Ничего не было Во Времянке жили В прошлом ролике Это его дом был Видите как постепенно В городе за это время Сколько ты лет здесь? Двадцать наверное Да Около Ну да Двадцать Ну и что в городе В Новосибирске за двадцать лет Все стали вот такие Все прям стали С домами Улучшили квартиры Да нет конечно А все только на прокорм А у него здесь Вот он сдал где-то деньги Он обязательно уже У него что-то остается Чтобы увеличить Приобретать Он не щубаст Не может энергию Увеличить Он не живет воровством Перед Богом то такая цена Свое А тут подрастают дети Вот Этот уже учатся в городе Уже здесь не хватает Значит в городе Барнауль Сегодня считают У нас двое учатся в университете А что лучше? Кончает и не работает А у него специальность Там Училище технику Колледж Ну вот строитель Сдавал экзамен в сельскохозяйственный институт На механизацию Но получилось так что Пошел за водой у хозяева Услышал как она говорит Мои дети поступили сюда Учиться меньше в два раза Два с половиной года И всегда будет работа Я быстренько в институт Добрал документы И сдал туда А в техникуме строительную Приняли уже без экзаменов Я сдал в сельскохозяйственную Ну и вот всю жизнь прожил Я пищником был сорок лет Мне не давали работать Но до армии Пока я не уверовал Работал прорабом Строго режимом Там Лагеря Система МВД До армии А потом армия А он уверовал А теперь вернулся назад И вижу Все было не так Но что строительную специальность Я ни разу не пожалел Я всегда был при работе Где бы ни был Поехал в Москву Священники знают Меня уже везут На дачу Делают Поехал во Фрунзе Две пищи сразу делал Да еще лучше Это комбинированное То есть Это всегда при тебе твое Вот он все делает Плотницкое дело Всегда у него с тобой будет Инструмент и деньги Так мы пошли? Да Спаси Христос Он решит Спаси Христос Ну в городе Даже этого не может сделать Живешь на 5 этаже Да Колеса эти Разным цветом Раскрасят Как хочешь Какие тебе надо наличие Как украсить Это он сам все сделал Да да Молодец Хозяин тут Чувствуется Видно Вокруг Дом Это все Настер Это ничего не было И он никакой Не мастер Это все навыки пришли тут Вот сейчас строят Гараж Вторая машина А вот это вот Для машины Гараж тоже рядом стоит А в городе Ты один гараж Там сделаешь Или нет А тут два Вот пожалуйста Какая ягода это? Рябина Рябина Красно Ну дрова А тут Игоря Комбайн поставили Мы сейчас в эту сторону Дойдем Круде Пойдем Давайте повернем Мы сюда Его Родителям 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 Они готовы Вращать Это родители Андрея Да Это государство Привезли столбы От электричества От электричества От отопится Человек Старство А жена Учитель И им разрешается Льгота От электричества И приехали Столбы Техника И 7 человек Протянули 10 Вольт 10 тысяч идет И для того провели На него теперь любой Может брать Ну кто тебе в городе Будет проводить Ну нету и нету И вопросов нету Тут все сам, обращение твое, пойдемте. Здесь живет их мать, моя родная сестра. Вот она, это ее сын. Смотри направо. Ох, какая красота. Похоже, не видишь? Ну, идем дальше. Ну, видишь, как загородились, чтобы никто не прошел. Вот батюшка поехал. Батюшка поехал купить ягоды искать еще. У нас с тарелкой не ходят, у нас этого нет. У нас существует десятина, и все на этом заходит. А, вон, где-нибудь все. Посмотрим вот отсюда, Володя. Надо сейчас пойти в лагерь, иначе они выдурут без нас. Погода позволяет, мы уйдем сегодня в лес. Идем тут. А дома-то никого не нет. Ну, пройдем все равно. Пошли просмотрим. Тут ласточки у него живут. Видите как? Здесь, похоже, баня. Я так понял. Ну да, баня. Можно даже открыть. Ну-ка. Тут тоже по хозяйски все. Подойди сюда. Где там электричество? Ага, вот. Посмотри, какая банька. Сзади загляни. Полог. Посмотри, своя сауна. Там кирпичи, покажи где. Сзади сюда загляни. Приехал, пустое место. Была одна крапива. Молодцы. Молодцы. Вот пенсионер сам построил все. Дети помогли. Пожалуйста. Пошли дальше. А все у него тут. Ну, тут что-то техника какая-то, видишь? Мастерская. Ага. Видишь? Разная тащила тут. Дальше идем. Гляди, Назарий сам открывает уже. Ну, молодец. Ты понял? Он понял, он хотел инистративу. А, здесь курочка у него. Ну, 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 курочки мы закроем. Подожди маленько, Назарий. Давай закроем, а то вылетит. Вот так. Вот это туалет. Вот, теперь огород посмотрим. Хозяев где-то нету, наверное, по ягоду уехали. Пожалуйста, смотри. Порезь. 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 По ягоду уехали. А от какой коры? Не знаю. Так, покажи малейка, пожалуйста, что растет. Не знаю, я здесь не хозяин. Я тут... Откуда ягоду что растет? Ну, оттуда видно даже. Видно, посмотри, подойди туда. Это с Насависка приехали. Думаю, даже посередине. Посмотрите. Все, благородено. Все. Посмотри. Лена, подойди, посмотри. Пожалуйста. Верит, вверх. Что ты взял? Стричка. И помидоры, и все свое. Я сажал. Рядом с Сунижина, рядом второй сели. В городе пойди походи, твоих палочек уже не хватит У нас такая колодца копает, а он занял буровую установку Мне кажется, что на 75 метр пробурили Так, пошли Потом пойдем в порядок А где пойдем? Нет Подожди батюшку спросим Позови сюда батюшку Показать надо, я не думал, что их дома нету Чтобы зайти, я не делаю это А батюшка говорит По телефону разговаривай А? По телефону разговаривай Пусть вот дорога разговаривает и сюда идет Пока поговорите Сейчас Показать 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 Подожди сюда Теперь зайдем к Любе Одинокли Не останавливайтесь Пошли Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я говорю, батюшка, я сейчас взлечу. Что такое? Баллон взрывается или что? Он напугался. Я говорю, да нет, пчелы залетели в погреб и гудят. Я говорю, они меня сейчас вместе с домом поднимут. Он давай матушку звать, он батюшка боится пчел. Где-то ее нашел. Она пчеловод. Она сам около калитки стоит. Ты там близко, не подходи, покусают на меня. Я говорю, ну раз прилетели, наверное, что-то им понравилось тут. И так я их оставила. Матушка, слава ей Богу, помогла мне. Она у них перезимовала этот улик. Уже работают баксы. Все время говори, а я мужчина. Мне надо молодуши. Всех калопчев поставил специально, чтобы, на жаль, не ушли от себя. Пошли отсюда. А баксик успевает там. Пока хозяйка отвлекается, баксик успевает. Пока мы под пчелами входим. Как хотела, так украсила. Главное, это трус. А где мужчина, Володя Славович? По ягодам? Да. Ты можешь сейчас легенда показать, хотя бы взлопит. Что это? Что это? Ну, там, что-то, что-то. Пошли. Да. 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 Лен, ну вы что? А, ладно, иди сюда Понял? 10, 50 Пошли 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 Пчела ударил Пчела ударил Мальчику пчела укусил Ударилась только у него А я как боюсь, у меня особо Не отвлекай Мы быстрее пошли Выпилили эти Закопали 4 столба Досками забили Вывалили цемент Закрыли все Но столбы так и остались И вот от столбов Видите, какие деревни Здесь, говорит, такая земля Говорит, у нас хорошая Оглобли воткнешь Телега выросла Даже бетонные, да? Нет Столбы-то мы выпилили из дерева Вот мы решили Поселиться в Новосибирске Ты там где-то Ничего Можешь показать? Ничего Ничего Совершенно ничего Ну, по объявлению Посмотреть, где квартира Поставит Эта квартира Обойдется не меньше миллиона Наверное Вот так Это минимум Миллион-то, может, где-то там В гостинке какую-то Это 16 квадратных метров А ты, если квартиру продашь И здесь на миллион Ты свободно Построишь себе дом, как у Алеши Какой хочешь Потом нанимая Даже Он сам-то и все делает Алеша, это кто? А вот у которого Это у которого двухэтажная была? Да У двухэтажная у него Трехэтажная Два у него сверху этажа Нет, он А, это который сейчас строится, да? Да, строится Яма выхопана где А мы были у Андрея А у Андрея в дому были А у Андрея в дому 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 Я хотел, чтобы Ачешка открыл Там подперся Это не замком А какой-то лончик Поставили Все В деревне Совершенно По-другому Все Это вот березы Это мы и садили Наша за лагерью Здесь все жили Тут у меня вторая голубая Один На втором этаже Большая Вот на правом Это Моя сестра родная жила А дети Выросли Никто не живет Нет, никто не живет Никто не живет Там Мы сделали бородухов В этой левой половине И Снил пол Мы его вскрыли сейчас Надо заново снимать Не было бородухов Ну и дети Понятия не имею Понятия не имею А что ты почему Понятия не имею Он знает Он знает Староста Но старости нету Сегодня Вот это сооружение Вот стоит Валерина А почему Она на таких Староста У меня внизу склады Там Палатки Разные Я лежаю Такая Мешает Тест Она Моё движение Убегает Все дорого Это труд Твоими руками Твоим умением Твоими друзьями Вот один У него тут С семьей Все это не так было Он сегодня уехал В город Видимо Увез Продукцию Продавали Жена Забунтовала Она была Забунтовала Все Из детей Христы Снила 7 ребятишек Подала на развод То есть Полное сумасшествие По православной мерке Никуда не ходить Ну и никуда Ну и весь там где-то Баттистом Куда и так никуда Вообще На ветру Ну Бог сели Мы молимся Дети приезжают иногда Видите А остальные это еще Несовершеннолетние Трое Или двое только Совершеннолетние А это мы загородили А почему загородили А вот смотри Вот это дерево Наклоненное И оно очень удобное На нем качели делать А у нас где Здесь Безпотов Которые А дети Выскачивали А она Бунтовала Поэтому нам нужно было Что-то сделать так И Дети Чтобы имели возможность И не был Нарушен устав Я пошел к батюшке Пошел к старости И говорю Давайте вот этот Усчасток земли Прирежем к ним И огородим И они Как хотят Безпотов Играют Никто не нарушает И в то же время Дети будут иметь доступ Но и в то же время Мы не нарушили Наши ста Так и сделали Мне дали добро Мы это Пришли с Володей Привезли Все это Огородили Ну чтобы не ударили здесь Видно было Красная тряпочка Дети качаются Девчонок У нас все Писпотов стали ходить А у нас это нельзя А теперь отдали Теперь для писпотов Их территория Мы на дому Не смотрим как Ну это Это общая территория Как же дресс-код Это наш дресс-код Ну и все Видите везде Можно конфликтную ситуацию Разрулить Ну как Вот в этом вопрос Пошли дальше Он Мосток Здесь тоже есть Так Это вот один Живет Их брат Который спросили Может кто приехал Он не женатый Их брат Где у Алеши были Где-то Ну это первый домик строили Самоном Потом Дальше пока неизвестно Что делать Ну он тут обрабатывает Огород посадил Покупает Дос И думает строить Ну а дальше Женщина Вопрос По-другому Одинокому тут делать Вечер Но она Женщина Приехала Присотов На пять сторон Это вообще невероятно Даже Даже В обратной Вот так Здесь надо будет Провести его Чтобы не упал В лужу Сюда Руки Вот Котик Вот Видите Как идет Электричность Посмотри Вот это Высоковольство 380 На Грузобетонных Рыба появилась сразу, главное интересное. Никогда соловьёк не было, а соловьёк не поселили. Нет, нет. Все человек меняется, если находитесь на столе. А сейчас рыба есть? Не знаю. У нас там-то пруды вылезут. Может быть и есть. Тут аисты прилетали, даже аисты. Или стафли, стафли не надо. Какие деревья? Посмотри, какой тут стоит. Тополь. Налево. Тополь. Надо снять большущий. Могущий. Да-да. Надо выбирать полностью. И потом его взросли туда туда. Или зацепить. И фрактором тянет его. Он будет взрослым. И все равно сделает что-то нежное. Вот. Вот это покерение. Женщину на один раз. Соборку, который облил. Она сегодня была на богослужении. Татьяна. Ну, ей что-то там с телами, с детьми. Не так, как надо было бы. Они вроде сумели сюда. Стали нарушать места. И им ничего не отказывали. Они сами не стали миссить. Понятно, что. И так. Очень сильно дорожшее было здесь. Сколько-то лет хозяева не было. Главную работу Володя взяла. По ощущению. Вырубать от вишняк. И все, что она разбросла. Знаете, каких она есть? Сколько она купила знамена? Я не знаю. Надо поднять. А вон он. Вон он идет. Батюшка, давай спроси, что хотел. Земля только стоит. Ага. Там он обойдет туда. Вот так. Батюшка, скажи, сколько земля стоит тут? Сколько? Пока бесплатно дают 40 коток. А дома, которые заброшенные? Заброшенные? Угу. 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 А на сколько этот купили? За 80. За 80? За 80. Ну, эта, ты только не достроен. Угу. Угу. Она уехала во Францию. У нас 3 семьи. Я думаю, как-то написать наверное этим. Может быть какие дивиденты мы все-таки поставляли. Одна семья у нас во Францию уехала. Одна в Германии, одна в Греции. У Юра Натахова, не в Америке. Да, в Америке. Но она здесь не жила, Натаха в городе. Ну, не жила. Но она была, то есть, в Гемодаву. А у Виктора, как приехала знакомая, вы в Франции будете. 26-го часа вы поняли, что будет свадьба, и с Францией приехала. Тут интернационал. Ну, у нас сейчас в Греции приехали. Давайте зайдем, где Алеша сейчас живет, который строится. Это у нас... А вон он, хозяин. Алексей! А не надо его строить, а тут жена дома. Вот этот домик, вот этот, и вот этот, это не продажа. Это как гостиница для мужчин, для женщин приезжает. А ты знаешь, как у него жену звали? Да. Как? Ну, вот. У Алеши. Нет. Нет. Но это не так зовут, а неправильно там как-то... Ангелина. Ангелина Меркель. Вот, пожалуйста, поделила эту скорость. Это лесные кухни пришел натянул. А то он здесь временный. Это индоусство. Сейчас посмотрим у него кролики. Интересно Назаре будет. Назаре пусть покажет. И главное сейчас, что натягивает? От поршунов. Поршун? Здравствуйте. Там Малисей не указывал, что здесь кролика. Покажи свое хозяйство. Там кроликов. У них все с собой мальчишка. Вот Назаре. Вы нам Назаре покажете, нет? Назаре где? Ну, он спит. Спит, ага. В коляске. Ну, давай покажи еще там. Гора, вы до этого-то где жила? В городе, где они? В городе Новосибирск. Из Новосибирска это все? Тоже из Новосибирска. Мы тоже из Новосибирска. А у вас сколько пород этих коз? Ну, они смешанные породы обе. Чешка, Занинская обе. Он еще дом не построил, а уже прибыток идет. Вот, посмотри, сколько кроликов. Гундаутки. Гундаутки. И вот она где. Вот кролики. Да вон она где. Ну-ка, ой, кролик. Ой, кролик. Смотри. Ну-ка, коз покажите. Я не его там. Козы, покажи-ка. От козы молоко. От козы шешу. Вот они где. А это что, для устрашения? Ох, они какие. Ой, какие хорошенькие. Ой, ой, ой. Не выходи. Вон она и вымета какая, как коровья. Смотри, какое вымета. Он уже травы накосил, все приготовил. Тоже молодой человек. Ничего нет. Но приехал и начинает работать. Дом еще не строит. Можно сказать, только-только. А здесь идет хозяйство. Не надо бояться какого-то ничего. Он смело выступил. Некоторые даже посчитали, это и лихнулся. В деревню, в такую глушь из Новосибирска. Он говорит, я свободен. Свободен. Пожалуйста. Посмотри, живет там, под каким кровом. Дерево-то что? На Заре просмотрим. Солнце не видать. Дерево-то что, они или куклы свои. А пленка для коршина, да? Ну да. Коршин тогда не соединяется. Он боится этого. А мы в лагере коршиней-то выросли. Ну-ка пошли на Заре посмотрим. Кто-то тут пришел, а? Это тоже Назаре. Что такое? Не доспал маленько. Да благословит Господь. Ну вот посмотрела. Значит, чего у тебя еще не хватает? Ребятишек побольше. Побольше ребятишек. Будут расти постепенно помощники. Дальше. Удалить все всякие страхи, полюбить православие. Они из баптистов. Ему Бог открыл полностью все. Нет, она только начинает вникать, вопросы задавать. Мы сейчас 4 часа пробеседовали. Это мама его. А вы баптистами были, нет? Он же первый пошел. Угнат Тиханович. Я думаю, он начал мне говорить, Лена пошла. А мне же надо было посмотреть. Я боялась вообще. Говорю, куда вы попали, да куда пошли. Думаю, дай пойду посмотрю. Посмотрела, а там, ну, иконы нету только. Библию изучали. Ну, я уже успокоилась. Понятно. Здесь корней нет, когда православных. Старообрядцев не сдвинешь туда. Потому что старообрядцам все время постоянно повторяют. Никто не спасается, кроме них. А тут, видите, мы сами открыли двери. Православие совершило очень большую ошибку. Самую большую. Что выпустили Библию на русском языке. И вторая ошибка была, что сказали, что она божественная книга. Ее надо считать и верить. А сами они стали проповедовать. Баптисты взяли и спрашивают. Вам священники говорили, надо читать Библию? Надо. Вы считаете? Нет, давайте считать вместе. Ну, и дальше начали посолы толковать. Вот, пожалуйста, и все. А старообрядцы сказали, Библию нельзя считать, с ума сойдешь. И поэтому баптисты, да вот Библию. Да пошел ты со своей Библией, сразу видно, ты Баптист. Сноситесь в Библию. А православные сказали, можно считать. Этим проиграли все. Сказали надо, надо жить по Библии. И тогда баптисты вообще ничего не перешли к православному. И откусили палец. Сразу пустят. Добра не ищет от добра. Слышь, смотри, смотри, вот об всем. Вот так. У нас тут, которые люди слышат о Боге, обо всем. Они идут к сектантам и свидетельствам. Все. Вот он ходил, увлекся еговистами. Вот Володя. А познакомились, сейчас скажет, иди к еговистам. Он даже не поймет, о чем говорят. Потому что большей широты истины, целомудрия, чем в православии. Я так мыслю, что Бог просто не открывает людьми. Ничего нету больше. Утро поджиглась. Тихонько. Ну вот вы услышали о православии. Вас не тянет обратное баптистам? Да я туда только сходила, посмотрела. Я-то убеждала, что надо в православный ходить. Ну вы поняли, что здесь православие? Да. Вы побыли на службу. К нам приезжает алтайский епископ, теперь он митрополит. Сергий. До этого был епископ Максим приезжал. То есть все епископы, которые были здесь, очень хорошее подпрощение с нами. Они же вспоминают патриарство, когда в свое время приезжают. А мы понимаем отрицкое вербежное сердце и его ломирование. Они теперь, как считай, соединились вместе. Но мы напрямую им не подчиняемся. И это нас спасает. Понимаете? Епископ сейчас бы добанул, священника перехил на другое место. И в один день мог бы разрушить. А здесь над нами власти никакой у них нет. Они сейчас, я думаю, день и ноль ждут, когда умрет у нас батюшка. Потому что на священника ездят. А у нас трое поступили в прошлом году в семинарию. К ним туда, в Московской Патриархии. А уж что будет, ну может хоть один-то будет священником. А если не будет, а батюшка умрет, будем постеться, сходим в любой храм и причастимся. Мы же ее не отрицаем. Но община будет существовать. Община это единая семья. Это помощь друг другу. Это занятие, это свидетельство. И в то же время над нами нет этой давляющей власти. Я прижму и не будете нигде. А мы в университете, в школах, в воинских частях. Хотя везде-везде преподавали. А они могут в один день все обрезать. А нам они не могут. Потому что он не прямой мой начальник. Хотя мы их признаем благодатными, епископом и все. Ведь и нам особый Бог дал такие условия. И вот у них, это старобрядцы они. Из старобрядцев. Приденчество белокреницкой иерархии. Вот Кавандряя были. Он из семьи. Они в старобрядчестве пришли. Я первый в Новосибирске, когда жил. У нас было беспоповство. Священников-то не было. И там мы это приняли. Но так как зажимали со всех сторон не дали, мы от этого отношили. Это новые люди. Совершенно. Ну, как-то не было. У нас установились на сегодняшний день хорошие отношения с их митрополитом Корнилием. Это знаешь? Считали? Да. Я ему послал свои книги. Он послал мне свою. Попросил дать на нее аннотацию. Ну, я сказал, что бы хотелось дальше видеть. Он говорит, я все это учту. И благословляю. А он знает, для них мы не коньяне. Не коньяне. Все православные. Это не коньяне. От них она скорее форма. И, несмотря на это, старобрядческий митрополит присылает мне грамоту. Благодарение. Это вещи тоже. Мне на каждую ходить. Вот так. Покажи. Все, он готов. Отойди от него. Он уже начинает расти. Он говорит, я свободна. А то слушать. Нет, она за него сцепляется. И прикрышкой как прикрылась. Не надо этого делать. Я убедился. А когда человек говорит, я бы пошел, но у меня вот корова там, если у нас один есть. Корова. Потом я не успеваю. И Бог сделал так. В три года у него, кажется, сколько у него, Игоря, было коров? Наверное, штук шесть было? Восемь. Восемь. Осталось две. Две. Вот у Глушкова. Все, Бог смел. Как будто никогда не было. Ничего, среди лета вдруг корова приходит домой, легла, сдохла. Никогда, нигде не говоришь, что тебе что-то мешало быть Господу. Богу это не угодно. Бог это дал. Я тебе дал, а ты этим теперь от меня закрываешься? Да зачем Бог будет? Он просто убрал и все. Заболел, коклюш или... Никто тебе не поможет, ни один врач. Я не конкретно говорю, а чтобы вы имели в виду. Это всегда так. А ты скажи, вот это мне наоборот помогает. Ребенок заплакал, а это на молитву меня ночью подняло, поблагодарил Бога. Я не знаю, я бы ушла, муж такой суровый. А теперь куда у меня ребенок? Благодарю. Благодаря ребенку я послушаю жену и Богу, склонюсь в службу. Видишь, как это все повернует в славословие Богу. И благодаря чему подвигает меня к этому мой Назарий. Примерно сказать, ребенок. Ребенок содействует в сближении с Богом, а не отдалении. Значит, Бог зачем бы это дал-то? Такое великое сокровище, чтобы от Бога уйти. Нет, конечно. Ты-то понимаешь, что я тебе говорю? Каша, не будь дилетатором от Матери. Такую куполину резать надо как можно скорее. Тихо, понял, все понял. Ну, еще эти такие потеряйки наел. Глазиком у него эта мошка попала. Вот так. Вот тебе на. Ну, пошли дальше. Кроликов покажем? Да, давайте, там они у них. Показывайте. Тихо, не гоняй, не гоняй, не гоняй. Назар, не надо. А там звать стоял, думал и не мог назвать. Я говорю, Меркель. Леша, делегация осталась. Иди сюда. Не гоняй, не гоняй, назад. Нельзя гонять, нельзя. Иди, смотри кроликов. Иди, да, гонишь. Иди, кроликов смотри. Леша, помни. Леша, помни. Он-то лучше расскажи. Сказ. Вот такое дело. Твоя паста-то попряталась от нас. От нас. Покажи его. Сейчас я вытащу. Чтобы не повредить. Не надо. Все это временно, поскольку это сами здесь снимаем. Я там делал. Летно. Он там фейк должен сидеть. Он будет укусить кого-то. Вот он какой. Вот он был. Ой-ой-ой. Он корябается сильно. Смотри, какой хорошенький. Смотри, что мальчик не легнул. Ой, какой он, смотри. Да какой красивый. Какие ушки-то у него. Он не поймет, что с ним делают. Да мягонький какой. Назарик, красивый? Вот будешь жить, потеряй. Какие у вас такие могут быть? А решетки найдутся. Смотри, скажи, что было бы не могло. Ну, спаси Христос. Видите, они в разных клеточках. Это четыре самочки. А потом куда-то их... Вообще планирую плотно заниматься ими. Как куда. Ну, куда-то их сдают или как-то. Ну, на мясо. На рыбок или так. То есть кроличьего мяса не хватает. Ну, больше города. Сами-то не будете их. Ну, любые. Ну, вкусные. Ну, конечно. Я могу сказать, у меня голуби есть. Когда они уже лишние голуби и колят, это диетическое. Супер диетическое мясо. Ну, я даже не до этого. Так, ну все, уходим. Игорь Тихонович, вы, наверное, не знаете, что благодаря Алексею я вас увидел. А как так? На ролике. Каким образом? А я вот... Ну... Я не знаю, сейчас... Стерлигову раньше смотрел, как он большой тебя какой-то. Ну, как бы... Очень им увлекался, то, что он говорил. Ну, там много, конечно, он привирал и все остальное. Искал человека, который истинно как бы несет истину. Ну, говорил все как есть, ничего не скрывал. И тут на ролик попадаю, когда вы ездили к Стерлигову, и потом звонили Игнатию Тихоновичу. А-а, да? Вот. Я этот... С этого ролика я начал смотреть Игнатия Тихоновича. На его канал зашел. Первый посмотрел, думаю, что там за дедок такой. Потом второй, третий, а потом все. Я уже... Уже здесь, слава богу. Ну, значит, вот так. Видите, как малым Господь пользуется орудием. Маленький камушек до Голиафа свалил. Ну, все, пошли. Спасибо, Христос. Смотрите дальше. Назад? Назад. Все, у меня минута осталась. Сгонять не надо. Спасибо, Христос. Давайте, аня.